здравствуйте уважаемые зрители в этом видео мы с вами посмотрим такой вопрос как нарисовать пальму это один из запросов которые вы писали комментарии под видео в этой рубрике рубрика называется как нарисовать и пожалуйста свои запросы пишите в комментариях к видео о каким-то из них я сделаю отдельные подобные уроки давайте начнем с основы из чего состоит пальма это ствол и листва нам понадобится какой-нибудь серый оттенок это может быть смесь просто всех цветов здесь важно понимать что это не рецепт на все случаи жизни потому что бывает разное освещение разные ситуации разные сами по себе пальмы поэтому не все пальмы будут серого оттенка здесь уже нужно в конкретной ситуации выбирать свет я просто что-то такое усредненное беру для того чтобы показать способ рисования пальмы а по цветам они могут быть совершенно разные для того чтобы удобно было вести линию я разбавляю краску водой на палитре для разбавления использую такой пульверизатор с водой хорошо перемешиваю потому что нужно однородная консистенция краски и начинаем непосредственно со стволом внизу он пошире и наверху соответственно чуть уже или значительно уже пальмы тоже могут быть разной степени кривизны какие-то могут быть прям нависающие например над водоемом там какая-то кривая такая загогулина какие-то могут быть достаточно прямыми то есть здесь тоже разные могут быть формы разные линии стволов я пока одним цветом заполняю и чуть чуть попозже как схватится слой добавлю тенюшку или более светлый наоборот оттенок здесь можно и так и так действовать тень подчеркнет нам объем самого ствола как мы показываем листья мы можем использовать для самих веток какой-то такой охристый оттенок но опять же это может быть любой другой оттенок зависит от ситуации конкретные и из какого-то такого объема на вершине пальмы в конце этой линии начинают в разные стороны расходиться линии ветвей линии ветвей удобно тоже рисовать жидкой краской поэтому если прерывистая линия получается или сама по себе идет с сопротивлением значит нужно разбавить краску водой хорошо и хорошо перемешать ветки могут быть направлены в разные стороны в том числе и от нас то есть за стволом где-то может идти ветка вверх куда-то то есть тоже здесь нужно наблюдать за конкретной пальмы или собирательный образ создавать может быть какое-то влияние например ветра и ветки и листва конечно будет куда-то наклоняться в пальме могут присутствовать кокосы давайте чуть более насыщенным оттенком сразу их покажу на то есть где-то здесь под листьями могут быть кокосы и сейчас как раз немножко подсох ствол перед тем как переходить к листьям нужно подождать когда схватятся здесь кокосы подсохнут и подсохнут линии немножко в это время я более темным оттенком пройду справа по стволу и не прям такой прямой четкой линии буду его заполнять а немножко прерывистой для того чтобы сразу формировать фактуру поверхности фактуру можно добавить и еще каким-то поперей линиями поперек соответственно можно и просто более светлый оттенок использовать не темный а светлый главное чтобы была разница она именно подчеркивает как объем ствола тут разница свет тень так и фактуру этого ствола фактуры например можно еще добавить такие линии поперек и теперь самая интересная задача с листвой на ветках мы ее можем рисовать двумя способами минимум например есть у нас ветка и как мы рисовали все остальные линии просто чуть покороче сам по себе штрих начинаем сбрасывать от ветки множество разнообразных зеленых и других оттенков листвы прям как растет так и рисуем то есть от ветки растет мы от ветки и линию видео также если у вас есть какая-то такая кисточка с лохматым рваным краем щетина замечательным это не повод ее выбрасывать а повод ее использовать для рисования листвы такого рода мы берем также эту кисть и достаточно жидкую краску чтобы легко было вести линии и начинаем от ветки также набрасывать листву таким вот образом здесь тоже может пригодиться строительная щетина и просто обыкновенная щетина то есть не обязательно супер лохматая кисть обыкновенная щетина но ее немножко можно тоже распушить перед началом постучать набрать краску и точно также наносить сбрасывать вот эту самую листву но направление здесь уже выбирайте можно как листва который поддается ветру и куда-то в сторону наклоняется так и обыкновенное листво достаточно таким темным зеленым оттенком смесь зеленого немножко синего давайте-ка начнем набрасывать эти самые листья начинать лучше с того что находится подальше и как договорились рисуем от ветки наружу если линия прерывается то нужно разбавить краску водой зеленый может быть разные естественно и вообще может быть даже не зеленый тоже оттенок не бойтесь пожалуйста заходить листвой на другие ветки делать так чтобы перекрывала листва другую листву то есть чтобы были наслоение так тоже пальма будет только объемнее и интереснее и поскольку листва растет от ветки то мы конечно же не на каком-то расстоянии от ветки рисуем листья прям заходя на нее кое-где она может просвечивать но надо чтобы листва цеплялась за ветку и есть у нас например ветка которая назад смотрит мы ее тоже показываем но ею мы уже конечно не закрываем например ни кокосы ни другие ветки потому что она находится дальше и 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 конечно же можно добавить еще более светлые оттенки зелени потому что не одним зеленым все решается посветлее что-то в освещенной области наоборот потемнее можно добавить какие-то рефлексы и и конечно же можно смело вписывать вот эту пальму в какую-то композицию с фоном это может быть не не было море песочек и так далее но давайте еще посмотрим заодно как нарисовать силуэт пальмы потому что все то же самое можно изобразить в одном цвете например это может быть какой-то очень темный темный оттенок на фоне яркого заката тоже также жидкая краска для удобства рисования длинных тонких линий ну и вообще разных линий и давайте чуть пониже здесь же ее покажу тоже ствол к низу он пошире наверху поуже и и помним что пальмы могут быть тоже разные по форме это не единственный вариант с кончика расходятся линии и от них линии листвы у меня на канале есть несколько видео по рисованию картин с пальмами в разных видах вы можете их посмотреть по ссылкам в описании к видео и если эта тема нравится то у вас появится картина с пальмами также у меня есть много видео уже в платной подписке на моем сайте на рисование .info кому нужны более сложные сюжеты и подробная пошаговая демонстрация процесса их рисования пожалуйста посмотрите описание подписки на моем сайте рисование .info уроки по подписке и вот таким вот образом уже рисуется какой-то силуэт пальмы да в отличие от предыдущего варианта мы здесь не добавляем разные оттенки свет тень и зелень цвет зелени цвет ствола а уже просто рисуем саму форму но способ получается тот же самый те же самые линии и направление их нанесения я вас благодарю за просмотр пожалуйста пишите свои вопросы свои запросы к этой рубрике делитесь своими результатами что у вас получилось что вы придумали что нарисовали хорошего вам настроения рисуйте и будьте счастливы и до новых встреч пока пока